14 место среди регионов России по итогам реализации майских указов президента. На заседании высшего совета озвучивают главный итог года, но губернатор настаивает, это не итог, а промежуточный результат. В следующем году должны попасть в десятку. И дело не в погоне за цифрами. Реализация указов, возможность улучшить качество медицины, образование, предоставление госуслуг и выйти на решение стратегической задачи. Стратегическая задача нашего региона сделать так, чтобы все штаб-квартиры ведущих компаний мира, которые работают в России или планируют работать, размещались здесь, на территории Подмосковья. Это стратегическая задача, потому что это позволит иметь совершенно другие финансовые возможности. Один из указов – уменьшение очередности в детские сады. К поставленной президентом цели в Подмосковье идут семимильными шагами. Только за этот год в области построили около сотни садиков. Кстати, Риотов стал вторым по вводу их в эксплуатацию. Еще один важный момент – общество теперь будет контролировать власть. Для этого и созданы общественные палаты. А чтобы они работали, в Подмосковье изменят принципы их формирования. Часть состава предложит губернатор, треть – местные депутаты, и еще одну сформируют из предложенных общественностью кандидатур. Это будет системная работа, где доступ как к губернатору членов общественной палаты, так и к главному уважаемому. Их отчетность, как мониторинг общества. И все то, что частенько у нас, к сожалению, бывало скорее фиксой, нежели реальным общественным контролем. Так вот, мы намерены сделать так, и это мы говорим уверенно, чтобы общественный контроль, общественный диалог власти и общества на всех уровнях, вот та самая открытость, не была фикцией. А еще в Подмосковье уже через год станет на 10 городов меньше. Муниципальное образование будет укрупнять. В целях экономия и для того, чтобы улучшить качество управления. Административная реформа – дело не одного дня. Еще один блок вопросов был посвящен работе по совершенствованию архитектурно-художественного облика и благоустройства городов в Подмосковье. В частности, представители Кабинета министров и главы муниципальных образований обсудили темы формирования единого рекламного пространства региона и ход создания пешеходных зон в городах области. Создание пешеходных зон – задача местных властей. Где-то легко, а где-то сложно выполнимая. В Риотове свободного пространства мало, но и у нас эти самые пешеходные зоны создавать будут. Может быть, это действительно так, как сделано в Краснодаре. На выходные дни закрывается, допустим, улица Новая в городе Риотов, или закрывается улица Победы в городе Риотов, значит, и выставляются какие-то объекты торговли, идет какое-то массовое гуляние. Это очень важно. Я думаю, что для населения это в любом случае поддержит. И эту инициативу, конечно, надо развивать. В Подмосковье создадут единое рекламное пространство, внесут изменения в градостроительную политику. Но самое главное – будут создавать экономический ресурс для выполнения поставленных социальных задач. Владислав Момат, Юлия Абдулаева и Виталий Шкурин для РТВ. О роли и новых функциях общественной палаты говорили подмосковные ветераны. Их очень волнует вопрос, не передадут ли ей функции советов ветеранов. В Риотов приехали руководители организации из разных городов региона. Надо поднимать перед правительством, поднимать перед президентом, что роль ветеранских организаций нельзя заменить общественной палатой. А кто же будет работать с народом? Кто будет заниматься военно-патриотическим трудовым воспитанием народа? Свидетельство с круглой цифрой тысяча в Реутове вручают впервые. Раньше за год в городском роддоме на свет появлялось в среднем по 800 ребятишек. Первооткрыватель Илюша о своей большой роли даже не догадывается. Мирно сопит на руках у медсестры. У меня у самого здесь две дочери родились в этих стенах. Я сам, так же, как вот этот папа, стоял под окнами. Значит, мне не менее красивые медсестры показывали девочек. Молодой семье желают долгих лет семейной жизни и еще прибавления. Дома Надежду и Александра ждет маленькая дочка. Родители обещают, как только решат жилищную проблему, придут за третьим. Теперь у них для этого есть материнский капитал. Илюша – настоящий богатырь. Три килограмма веса, 50 сантиметров рост. Папа уже знает, чему будет учить сына. Землю русскую защищать, чтобы был самый умный, самый сильный был. Мне понравилось имя и День ангела. Мы посмотрели. А что ждали, конечно, думали, что в начале января, но он захотел в этом году. Главное, что праздники и мама, и сын будут встречать в добром здравии и дома. Тысячного риутовчанина по месту жительства доставили на машине больницы. Юлия Абдулаева, Виталий Шкурин для РТВ. Подготовка к Новому году начинается с правильных елочных украшений. Традиционные шары или фигурки. Блестящие и матовые. Выбор огромный, а на смену не бьющимся возвращаются стеклянные. К слову, недешевые – примерно полтысячи за штуку. Это стекло, ручная роспись. Это сейчас очень актуально, чтобы игрушки передавались из поколения в поколение. Тренд этой зимы – лошади разных размеров и видов. Это идеальный подарок для тех, кто не знает, что подарить. Лучше ручной работы такой эксклюзив оценят любители хендмейда. Популярные подковы и лошадиная, и удачу приносят. И очень популярный сейчас синий цвет. Девушки разные, кому-то пол длинные на вечеринке, кому-то короткие модельки. Но синий цвет сейчас очень популярный. Все оттенки синего не зря пользуются спросом «Лошадь-2014» как раз этого цвета. Говорят, если в праздничную ночь соответствует цветовой гамме, в Новом году повезет. Для особо смелых – платье с тематическим бринтом. Я рекомендую в этот Новый год приготовить салат «Император», потому что наступающий Новый год у нас год лошади. И лучше есть, конечно, свежие натуральные продукты, больше зелени. Чтобы праздничный стол стал по-настоящему лошадином, на нем должно быть много зелени, уверены повара. Рецепт простой – зеленый салат двух видов смешать с морепродуктами. Для пикантности – полить соусом, посыпать кедровыми орешками. На горячая рыба под сливочным соусом главное помнить – лошадь любит все красивое, а хорошая сервировка привлечет их внимание. В лошадином спорте все как в человеческом. Перед соревнованиями – разминка. Кони привыкают к музыке и зрителям. Забаву перед выступлением нужно приласкать, иначе на манеж не пойдет. Рютовчанка Аня Филатова приходит в клуб Измайлова каждый день. Сложно с транспортом, но ради такого общения стоит постараться. Она очень добрая, ласковая, энергичная, не стоит на месте. Но забава в клубе не самая активная. На арене – Хеннесси. Чтобы соответствовать характеру гнедого рысака, хозяйка Варвара нарядилась в костюм Зорро. Не помогло. Варвара быстро встает, расстраиваться даже не собирается. Лошадь не винит, говорит, сама не доработала на тренировке. С ней сложно. Многие здесь не очень любят, потому что она очень вредная. В конно-спортивном клубе больше ста лошадей. И у каждой свой характер. Чтобы изучить его, хозяину нужно несколько лет. Основная, наверное, проблема, с которой сталкиваются, да, в заездке, в работе с лошадьми, то есть то, что они очень сильно пугаются, что они капризничают в случае резкого шума или каких-то резких движений. Вот такая она лошадь. С виду спокойная, но буйная внутри. Зато все, кто родятся под этим знаком, будут открытыми, трудолюбивыми и доброжелательными. Хоть и немного упрямыми. Российские спасатели отметили профессиональный праздник. Торжественные мероприятия для них устроили в спецчасти Реутова. Лучших представителей профессии наградили грамотами и госнаградами. Некоторые получили новые звания. Своими силами организовали и концерт. Днем, обещают синоптики, будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха 2 градуса со знаком минус. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер южный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова